У нас 19 сентября. Вот такое красивое небо, солнце. Чуть-чуть ветерок. Прям летний денёк. Небольшой ветерок осенний. Но вообще классно на улице, очень хорошо. Самая моя погода. Вот. Я только недавно встала, девочки. Только-только недавно проснулась. Вчера работала. Устала так, сил нет. Мыла всё в доме. Проводили внучку, и я всё-всё генералила вчера. Вот. У меня в коридоре пол высохл. Видите, сухо. Всё прям сухо. Маркиз поел, ушёл. Осталось ещё бы в подвалах просушить. Денюшка. На улице ночевал два дня. И денюшка, девочки, видите, что с листиком. На некоторых листиках вот такой коричневый налёт получился. Я вчера быстро занесла домой. Я просто с ребёнком была, не пересадила его. Там спрашивали меня, сколько не могу взрастить денюшку, сажаю, и он пропадает. Девочки, у меня нет никакого ухода. Земля непокупная. Просто вот с огорода положила, насыпала в кастрюле. Видите, стоит. Буду пересаживать в Нины на горшки. Нина мне прислала большие. Я там ещё купила тоже два больших горшка. И у меня там ещё денежки. Я ещё хочу обзавестись геранью. Герань и эту, как она называется-то, ещё один цветок. Хризантемы. Вот я в школе училась, разводила их. Вот что-то мне стрельнуло. Хочется. Хризантемы и гераньку. Буду делать. Вон мои помидоры. Три помидорины. Вчера я подняла. Девочки, на корню прям помидоры. И вот так наполовину гнилые висят. Ну, чё с такой погодой. Здесь высохло у меня. Вот высохло. Осталось вот в коридоре. Вот здесь, видите, сыровато для порога. Вот здесь сыровато. Вот это место. Вон в том вот углу. Вот эта стена, вот она ещё сырая. Вот её видно. Надо сушить стены. Вот тут пенопласт сегодня вытащу. И пускай всё высыхает. Буду узнавать насчёт рабочих. Вот мне Нина Люлюкина привезла две кляшки мёда. Не буду, девчата, открывать. Мёд очень вкусный. Нина, спасибо тебе огромное. Теперь буду знать, что у тебя родственники в деревне. Ты будешь меня снабжать мёдом. Вот моя кухня. Здесь тоже, девчонки, здесь меня не топило. Но видите, что с порогами. Вот он порог. Он был весь мокрый. Надо его высушить. Снова шпаклевать. И вот этот вот порог, он был сырой. Вот он весь аж чёрный. Вот это надо делать. И ещё постигла несчастье. Бойлер закапал. Вот здесь тумбочка. Вот эта тумбочка, она стояла вот здесь. Вера купается, думаю, что такое, всё время на полу вода. Говорю, как ты моешься. Моешься. Она, мам, да я моюсь нормально. Я говорю, вода всё время. А тут я вчера, позавчера, обнаруживаю, что она вот в этом вот месте, вот она, вот видите, она подкапывает. Правда, понемножку. Но факт, что она капает, это плохо. Думаю, неужели бойлер ухана? Мы меняли года два назад. У нас висел точь-точь такой же бойлер. И так же вот закапал. Я вызвала мастера, он поменял мне ТЭН. И потом, говорит, проблема была не в ТЭНе. А я ему отдала полторы тысячи за ТЭН и полторы за работу, что он его раскрутил и поставил. Проблема не в ТЭНе. Я говорю, а в чём? Бак. А на Баке, девочки, там была гарантия. На этот Бак тоже гарантия. Семь лет, по-моему, даётся. Гарантия и документы. От того бойлера я выкинула, дурочка, документы. Но долго висел, лет, наверное, пять провисел. Я взяла и выбросила документы. И эти документы на этот бойлер у меня лежат. Поэтому я сегодня посмотрю, достану, каким числом он куплен и годом. И буду звонить в эту гарантийную мастерскую. Что-то делать надо, это же не делать. Он капает, капает, он в любой момент возьмёт и прорвёт. Вот, не дай бог, затопит меня. Но я-то имею возможность вон там, вон, мои эти, переключить воду, закрыть как бы. Но всё равно мы останемся просто без горячей воды. Бойлер у меня наверху, там на 15 литров. Купаться не хватит. Голову только что, если помыть. И умыться, ноги помыть. А здесь-то 100 литровый. Ну, суть не в этом. Одно не бывает без другого. Сейчас я переключусь к вам, девчата. Девочки, я проснулась пол 11 сегодня. Представляете? Ну, я вчера ухайдокалась. Я вчера Веру проводила в школу. Пью кофе, девчат. Ой, мои дорогие, всем-всем привет. Ой, голова ещё не проснулась. Поэтому не... Ну, вы простите меня. Я что-то с наскоку, с налёту начала. Я вчера проводила Веру в школу. Немножечко ещё как бы поспала утро. Потому что утро моё – это святое поспать. Так как я ложусь всегда, вы уже знаете. И в три, и в четыре могу лечь. Ну, я сова по натуре. И давай вчера мыть всё-всё в доме. Вымыла весь верхний этаж. Вымыла весь нижний. Вот этот коридорчик. Девчата, я как начала, часов в 12. И где-то в 5 часов я только закончила. Вера уже подходила со школы. И от дочки курку. Начала с шифонера вчера. У меня от стенки, вот так вот было место. Я вытащила всё, с него сдвинула. Оставила вот так место. Чтобы от обогревателя шифонер стоял подальше. И там поставила в своей комнате вот эти коробки. С фикс прайса у меня 10 ящичков. Я их поставила вот так. Одну коробку и одну. Ну, как бы в два ряда. Вдоль этого шифонера. С пряжей в свою комнату. А то они у меня стояли на кухне возле печки. Ну, печку-то надо подкрасить с кожи. Сезон будет отопительный. Начала с шифонера. Надо, чтобы отодвинуть, я всё вытащила. Ну, а раз вытащила, то начала трясти этими тряпками. Что носится, что не носится. Не носится целая огромная сумка. Вытащила на веранду. Говорю, что куда? Что в эту бочку вчера сожгла? А что, какие хорошие вещи? Я оставила одному человечку тут предложу. Вот. Потому что там хорошие прям кофты. Хорошие свитера есть. Но я-то расту, девчата. Я вырастаю. Хоть мы этого и не хотим, но мы растём почему-то. Мы растём. Сейчас вот так сделаю, чтобы посветлее было. Буду кофе пить. Вот. Там убрала. Потом пока пыль полотирала. Игрушек, девчата, по всему дому собрала. И по всей улице, по всему двору. Костя же привёз ещё мешок упакованный игрушек. Боже мой, я вчера глянула. Он ещё стоит на веранде. В гараж надо придёт, в гараж пусть отнесёт. Это что-то с чем-то. Потом мы с Верой, там компьютерный стол у нас такой стеклянный. Мы вытащили в коридор. Мы им не пользуемся. Ну, не пользуются. А чё он будет стоять? Там кроватка была. Кроватку разобрали же. И вот этот стол. Надо его отфотографировать и выставить на форпост. Отдам бесплатно. Чтобы его забрали люди. Ну, кто-то. Может, знаете, приезжие, которые вот приезжают. Они же не покупают мебель. А, допустим, стол нужен. Пусть приедут и заберут. Мне надо освободить место от него. И вчера уже вечером села, довязала Кристина свитер. У меня осталось пряжа, девчат, моток. Моток и чуть-чуть там, может быть. Ну, надо взвесить сколько. Ну, факт тот, что Кристина же не грудная и на капюшон не хватит одного мотка. Думаю, чё я буду мудрить? Мне на шапку как раз хватит. Вот на шапочку. И рисунок такой, свитер получился шикарный, девчата. И пуговку вчера подобрала уже ночью. Вот здесь будет одна пуговка и вот такой вот, как бы... Ну, тут тоже вот платочка я делала. И буквально в 10 рядков застёжечка, как бы, получается. И потом идёт он свитером. Свитером специально вязала, не на пуговках, чтобы в садике. Они сами одеваются, чтобы ребёнок оделся. И вот грудь, животик, как бы, он будет закрытый всегда. Ой, связала. С таким упоением вязала этот свитер. Так он мне понравился. Вязать на нём приятно. Этой ниточкой. Прям вот шикарно. Если я где-то увижу такую нитку, я её, конечно, закажу. Вот. Закажу. Это однозначно. Да ещё такая расцветка красивенная. Просто красивенная. Думаю, я свяжу шапочку ей эту, Бинни. Шапочку Бинни. Связать. Вот её, если завтра привезут мне, я им за это время и свяжу эту шапку. И по ребёнку померю, по объёму головки ей. Ну, хочу связать. Вот. Верин рукав. Вчера только померили. Она уже спать легла в 10 часов. Я говорю, Вер, ну, встань на минутку. Померить свитер белый. Мне самое главное рукав. Докуда я до... Вот досюда я довязала ей. Сегодня нужно вот там, ну, буквально вот такое расстояние. Три. Три сантиметра здесь где-то. Ну, сантиметра три. Провязать рукавчик и вывязать манжеты. Один рукав готов. Остаётся один рукав. Я думаю, что сегодня вечером я буду вязать Верин свитер. Верин свитер закончу. Ни за что новый пока не беру из девчата. Удерживаю себя, сдерживаю. У меня все руки в синяках, девочки. Вот синяк. И вот синяк. Где ударяюсь, не знаю. Вот. И буду довязывать Наташину куртку. Видите, утром, вечером уже холодно стало. Ну, прям холодное такое осеннее. Утро становится, вечера. А днём тепло. Днём я хожу вот без рукавов. И нужно куртку ей закончить. И шаль. Девчата, закончу шаль. Ну, шаль буду вязать. И тогда уже после куртки я завяжу новое. А новое я завяжу, наверное, девочке. Курточку для Кристины. И хочу вот с этого Арктика, с Арктикой ей связать. Прямо или платочкой буду вязать. Наверное, платочкой. Она быстро свяжется. И без всяких заморочек. Вот. Свяжу. У меня остаётся пряжа. Там можно, знаете, как красненькую, допустим, тельце связать, да? А вот этот мамой цвет, изумруд, связать, допустим, рукавчики, рукавчики и воротничок. И вот можно... А, резинки там не будет, резинки. Да, там будет просто платочки. Ну, поглядим. Можно ещё карманчики сделать. С двух цветов сделать. И будет, мне кажется, очень красиво. Вот. Костя забрал ребёнка. Она всё не хотела ехать. Буду у бабушки жить. Буду у бабушки жить. Ну, её уговорили, что пойдём. Пойдём в садик. Надо ж похвастаться серёжками. Вот только так она согласилась пойти в садик. Ну, и с тем условием, что, говорю, в субботу тебя, мам, пап, привезут. На субботу, воскресенье. А ты ещё будешь у бабушки. Она мне говорит, девчата, буду старенькая, буду здесь жить. А я говорю, а я где буду жить? Я ж вообще буду совсем-то да старенькая. Она говорит, и ты будешь жить здесь. Ты будешь совсем-совсем старенькая, и я старенькая. И будем с тобой здесь жить. Ой, девчата, вот с детей. Ухохочешься. Возраст ещё такой. Сейчас самый интересный возраст. Когда они придумывают, на ходу придумывают сказки. Это прям обхохочешься. Читала комментарии, девчонки. Читала комментарии. Я там ставила сердечки, сердечки. Там мне пишут, особенно вот где я продукты покупала. Таня, маленькая семья, покупаешь столько много продуктов. Ну, девчата, вы не думайте, что у меня семья, это я и Вера. Два человека. Нет. У меня, кто меня смотрит постоянно, тот видит, что у меня день через день здесь взять. День через день. Летом в основном каждый день он приходит. Я же его кармлю, девчонки. Он же тоже моя семья. Он мой ребёнок такой, как и дочка. Он муж моей дочки. Значит, он мне, он мне мой родной. Ну, не говорю, что он мой сынок. Он меня зовёт тётя Таня даже. Это не страшно от этого. Вот. Но он мой самый родной. Самый родной. Он отец моей внучки. И он мне такое же дитё, как и моя Наташа. Конечно, он приходит, я его и раз, и два покормлю. А как же? А как же? Он работает в этом районе. Я всегда говорю, не работал. Он так же, вот как Вера, утром не завтракает. Он подскочил чуть свет и побежал на работу. Он не завтракает. Вот. Я говорю, не работал, чтобы голодное. Не надо портить желудок. Раз ты в этом районе, значит, ты прибежишь, покушаешь всегда. Почему я готовлю? Всегда. Потому что я не знаю, придёт за те дни или не придёт. Чтобы было не то, что нам покушать, но и мальчишку покормить. Вот. Это раз. А во-вторых, а на завтра? А вдруг ко мне кто-то придёт? Вот так нежданно, негаданно, девчат. Я, ну как, даже угостить нечем будет. Я знаю, что у меня наваренная залезла в холодильник и всегда человека покормлю. Мы хлебосольная семья. У меня мама такая была, у меня тётка была. С кем бы я ни пришла, одна, две подружки со мной. От порога было так. Здравствуйте, моем руки и садимся за стол. Это тётка моя так делала, да и мама так же. Покушали, а потом все разговоры. Потом только все разговоры. Это у нас идёт из поколения в поколение. Мы не можем так, что пришёл человек в гости, иди покормить его. Вот этот раз вот был зять, как раз собирался забирать Кристину домой. Приехала Ниночка, Лилюкина с мужем, привезли мёд. Костя говорит, а я говорю, ой, Нина, мне так стыдно, я говорю, у меня не убрано, везде всё раскидано. Ну, ребёнок неделю бегал. Она говорит, да что ты, что ты переживаешь? Я говорю, не буду сегодня убираться в дорогу, дети, не буду. Не пылесосить, не полы, тем более мыть. Завтра всё, ну, вчера я мыла всё. Ага. И то Кость стоит и говорит, пошлите хоть чаем, угости их. Нина говорит, да не надо никакого чая. Я не могу, девочки, мы приветливые люди, мы хлебосольные всегда. Вот. Ну, ничего, Нина, приедешь ко мне в гости, я знаю, ты меня всегда смотришь, только-только мои видео выйдут. Приедешь ко мне в гости, мы с тобой чай попьём, и наговоримся, и пряжу посмотрим, нащупаем её, пощупаем, понюхаем, и книжечки посмотрим. Так что рассчитывай в гости на целый день, не на пять минут, как заскочить и выскочить, а именно, ну, часа на четыре, на пять, это нам будет, то мало. Вот. Ну, и там были ещё комментарии такие, фу, набрали в светофоре, моя кошка даже не ест, мой кот, девочки, тоже не всё ест, и не всякую колбасу он ест. И я уже как-то говорила, а, ещё такой был, реклама нездоровой пищи в светофоре. Я ответила на этот комментарий, что я, это не реклама, я не рекламирую светофор. Я за эти деньги не получаю, девчата. И я никого не призываю туда ходить. Это ваш выбор. Вы можете ходить только к частнику. Если у вас кошелёк полон денег, идите на рынок к частнику. Покупайте свеженину, мясо, сметану, молоко, домашнюю колбасу. Но кто же вам запрещает? У меня такой возможности нет. Ну вот нету, девочки. Мы живём на пенсию, я пенсионерка, и то я имею побочные деньги. Кроме своей пенсии, у меня есть ещё доход. Я работаю на Ютубе, у меня две старшие дочери. Ох, как хорошо мне помогают. И я не имею возможности пойти на рынок, девочки, и купить свеженину мясо. Да о чём говорить? У нас там такая цена золотая на неё, что я даже, даже к прилавку не подхожу, чтобы купить свежего, отрубленного, от того же поросёнка, или от говядины, или от, ну, коровы от говядины, чтобы отрубили мне и взвесили это мясо. Я даже не подхожу в этот магазин. Во фрешах, кто вам сказал, что там другая продукция? Или в пятёрочке? Кто сказал, что там другая продукция? Девочки, я сама торговый работник. Я знаю всю эту систему. Колбасу я покупаю Ратимир. Наше, наше производство во Владивостоке. У меня год отработала Катерина там. Год целый. Я это производство знаю хорошо. С Ратимира идёт колбаса. Идёт по нашим магазинам, по вот этим фрешам и пятёрочкам, по мелким магазинам. И эта же колбаса идёт в этот, в светофор. Я беру эту колбасу. О чём вы говорите? Коту мы, в первую очередь, мы маркизику отрезаем, колбаску и сырок. Он у нас кушает прекрасно. И кот мой ест с удовольствием. Я знаю, если кот не станет есть, значит, там есть не нужно. Это давным-давно всем известно. Мне 61 год, девчата. Я всю эту кухню знаю наизусть. Потом, значит, сметана, сметана, творог. Сметана, вон она стоит. Мы её хоть сто в магазин едим, хоть сто в. Это опять же уйдёт в тесто сметана. Баночку мы съели. А две баночки, они так и стоят. Творог я брала, я делала сырники. Какая разница, с чего мне сделать сырники. С того магазина я возьму творог или с этого. Вот. Это раз. Много набрали. Девчата, я много набрал. У меня приехала дочь с зятем были здесь. В пятницу они приехали, в воскресенье только дочь с зятем уехали, а ребёнка ещё мне оставили до среды. А мы собрались с Верой в светофор. Мне дочь дала три тысячи. Когда дочь приезжает, дочь мне обязательно две-три тысячи. Мама на. Мама на. Я говорю, да не надо, у меня есть деньги. Это не оговаривается. Вот так мои дети поступают. Я никогда не прошу. Дети сами дают. Сами дают мне. Как это, мама? И Костя приходит, и Кристина здесь. Костя побежал, принёс два арбуза. Кинул мне полторы тысячи. на. Будешь тут покупать что? Что? Вкусненькое дитя. Я поехала купила. Я купила это колбасы. Дети уезжали. Половина колбасы отрезала им домой. Они были выходные здесь. А завтра я им на работу обоим. Я говорю, берите, не надо. Как это не надо? Ну, как это не надо? Разве мать не даст своему ребёнку с собой взять той же колбасы или сыр? Если я её купила специально много. Конечно, да. Поэтому, девчонки, каждому выбирать, где что покупать, за какую цену, в каком магазине. Я ещё посмеялась. Я вот так посмеялась. У нас у каждого разные кошельки. Вот у каждого. И каждый судит по своему кошельку, что купить. Что купить? Вот завтра, не дай бог, стрельнет в дефолт. Наши денюжки сдуются. Ведь весь народ побежит в светофор. Он побежит не в фреш, и не на рынок, а он пойдёт в светофор. И будет выбирать, девочки, где подешевле. Понимаете? Ну, опять же, суть не в этом. Там одни е-е-е-е-е переработанные продукты. Кто вам такое сказал? Кто вам такое сказал? Девчата, это всё чушь. Это склад, магазин, там нету многих-многих накруток торговых. Вот вышла с Ратемира колбаса, её один поставщик взял, накрутил, привёз другому поставщику, тот накрутил. Потом в магазин привезли, и магазин накрутил свою цену. Вот с этого складывается цена на ту же самую колбасу. Здесь от поставщика приехала сразу туда колбаса. Всё, всё, тут одна накрутка, и то минимальная, минимальная. Поэтому я никого не призываю, не рекламирую, ни в коем случае, девочки, выбор за вами, кто где будет есть, мне вот всё равно. Если вы едите чисто с рынка, чисто домашнее молоко, мясо, колбасу, я только рада за вас. Вот только рада. Я себе этого позволить не могу. Не то, что я живу без денег. Нет. У нас там такие цены. У нас такие цены на эти продукты, что даже работающий муж и жена, допустим, они не могут себе позволить по такой цене свежее мясо участника. Не могут. Потому что помимо этого у нас очень дорогой город, где коммунальные услуги очень дорогие, очень дорогие. За них надо платить вовремя, иначе так у нас мода сразу пеня накручивать, сразу же, моментально. накрутят еще, как накрутят. Меня спасает то, что я налог заплатила на землю, вот, потом я плачу за свет, за интернет, ну и дрова, уголь я покупаю. Дрова, уголь, я уголь купила 5-6 тонн, ой, господи, я уже забыла, в каком году, и у меня еще тонны 4 угля в ящике, там, в сарайчике, вот так вот, еще на 4 зимы. Понимаете? А вот так вот, ну, выгадываем, мы же выгадываем, чтобы и одетой быть. Ну, как это? И без запасов я не живу. И ребенка я не кормлю одними конфетами, конфетами. Я их убрала, пью чай я, сердечная. Ну, так если у меня больное сердце, девчата, мне что же не есть, что ли? Я же не могу не есть. Я вот чай с сахаром года два уже не пью, больше. Я не пью, девчат. Я вот именно карамельку, но последнее время я не вижу карамельки. Не привозят, вот в нашем магазине я покупала, не завозят, или завозят лимонную. А от лимона, ой, я только сказала, у меня полный рот слюней. Я не переношу, у меня кислотность повышена. Поэтому я покупаю вот эту коровку, вот эту помадную я купила. Вот внучка была, вы не поверите, внучка была, за неделю ей перепало один батончик от Нины с посылки, один батончик, что я купила, и две конфетки. И это ребенок съел за неделю. за неделю я не даю конфеты так, что вот ешь, ешь, ешь. У меня была такая глупость, я давала Вере. Вера сейчас тоже самая, она уже привыкла, по-первых, грустила без шоколада. Сейчас уже она на меня смотрит и говорит, мам, можно? Я говорю, нет, нет. Ну, возьми, говорю, одну конфеточку, возьми, помадку там, или это. Она говорит, фу, я ее не люблю. Она любит шоколад, именно шоколад. Ну, вот шоколадные эти батончики купила, говорю, ну, возьми один съешь. Ну, что ж, ребенка совсем ограничить, что ли. Рулеты. Ну, у меня старшая дочь, если нету к чаю, несмотря на то, что ей 40 лет, ой, не могу, девочки. А у нее до слез. Ну, нету сладкого. Это как это? Они не могут. Они каждую неделю дома покупают себе торты. Костя там вообще только-только жена с дочкой заявили и подумали, что тортика хочется. Костя идет и бежит и покупает им тортик. Пускай кушают, они молодые. И мы так же ели. Это сейчас уже возраст, то нельзя, то нельзя. Да и то я им расплюну и говорю, что ж ты, ну, а что ж тогда есть-то, все нельзя. Хлеб нельзя, мучное нельзя, сердечником. Девчата, я так скажу, надо есть все, все, что душа хочет. Только в умеренном количестве. Вот и все. Ну, а если все придерживаться врачам, это нельзя, это нельзя, это нельзя, тогда меня будет шкивать со стороны в сторону, у меня сил не будет просто даже ходить. кофе сижу, допиваю, хочу хлеб замесить. Ну, представляете, поэтому, девочки, я взрослая, я знаю, что мне покупать, с какого магазина. ой, господи, я не то, что там, вот, говорю, я просто уже говорила об этом. Мне все равно пишут, девчата. Ой, все равно пишут, все равно пишут. Хотя многие, многие, вот мы приходим в светофор, девчат, там на джипах приезжают. далеко не пешком, как мы вот ходим, пешком туда, а оттуда мы вызываем такси, потому что закупки делаем не в один пакетик, а в пять-шесть пакетов. Раскладываем все и едем на такси до самого дома. Вот. А приезжают на джипах и покупают, поверьте мне, с толстыми кошельками люди, покупают не меньше моего. Также целую корзину набирают товара на неделю ли им, на две ли недели, потому что люди рабочую неделю работают. Они работают и закупают. А почему надо переплачивать, идти во фреш за тот же самый товар? Я считаю, что не нужно. Просто не нужно. Вот. Тем более сейчас там пишут, допустим, сыр натуральный, и пишут, рядом лежит там сыр, сырный продукт. Сметана. Сметанный продукт. Сейчас все это пишется. А выбор за вами. Купить вам продукт или же натуральное. Я, допустим, сырный продукт один раз взяла, он у меня пролежал, девчат, я как-то даже говорила, месяца три он у меня пролежал в холодильнике. Девочки, он даже, даже не заплес. Вот даже не заплес. Этот раз я брала плавленый вот этот вот сыр с ветчиной в таких баночках, с крышечкой. Мы половинку съели, а про половинку забыли. Он испортился. Он испортился. Если бы это был ненатуральный, он бы не испортился. Понимаете? Поэтому здесь, здесь просто нужно смотреть, что там можно брать, что нежелательно. Конфеты нормальные. Крупы там, девчат, крупы. Там гречка брала, рис брала, макароны по 3 килограмма пачка. Брала. Вот лапшу не брала домашнюю. Ну, неплохая там, кстати. Потом, что мы там брали? Тушенку я брала. 100 рублей тоже писали. Вот, да там нет мяса. Да его нигде нет, в любой тушенке. В любой, в любом магазине вы купите, и там не будет чистого мяса. Не будет, девочки. Поверьте мне. Даже в советское время, я 9 лет отработала на мясском бинате, в котлетах взять, в пельмени. Шло, что? Обрезь вся. Вся туда шла. Чистое мясо шло в колбасу. В советское время по ГОСТу. И то там шли вот эти карбонаты, натрия, туда-сюда. Хлеб шел, лук, яичный порошок шел. И добавки вот эти. Все шло, все. Не было колбасы из гольного мяса. Никогда ее не было. Процент того-того-того-того. По ГОСТу. Так же и сейчас все. Ой, чем у нас? О продуктах не получается сегодня. Поэтому, девчата, там надо просто, просто смотреть, что можно купить, что можно не покупать. Печенье я брала, печенье, вот это сухое печенье, хорошее. Зверюшки, оно сухое, хорошее печенье. Наши вот эти рулеты, да, иногда мы берем. Мы и в таком магазине берем, и в таком. Мы же их не едим, что сел и рулет за раз съели. Мы их брали с 90-х годов, когда появились, вспомните, чакопаи, 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 ели же их. А чакопаи, подождите, его спичка, он горит. Однако, его продают, его пропускают в торговлю, а он горит. От него ничего не остается. Пшик один. Вот, поэтому тут, тут много мнений и разных, я уважаю любое мнение, и любое желание, и любое. Но я никогда не скажу, а что вы покупаете в этом магазине или в этом. А что вы там не пойдете и не купите. Каждая хозяйка смотрит на свои финансы и на возможности. На возможности финансовые. У меня есть возможность, я пойду, накуплю. Нет возможности, я прижму себя. Я куплю вкусненькое только для дитя. а сама посижу. Буду говеть, как бабушка моя говорила. Буду худеть, но не худеться. Ой, а почему не худеться, девчата? Не знаю. С вами так хорошо мы побеседовали, поэтому и пришли к выводу, что каждая хозяйка смотрит на свой бюджет прежде всего. Где-то она экономит, где-то она шиканет. Мы же все живые люди, все знаем. Все знаем. Любая женщина, она знает, что нужно семью одеть, обуть, что-то в дом приобрести. Да? Потому что вот я вчера убиралась, один стол в одну комнату тащила, другой стол в другую, шпанарчик вот сдвинула, перестановку сделала, сегодня повешу еще тюль в зале и поклею фотообои. И у меня что-то новое, душа радуется. Потом возьмусь за кухню. Ну, со следующей недели. Будем или сюда вот в выходной пойду, может быть, здесь куплю фотообои возле диванчика, вместо ковра приплею и поберю. Надо мне вот эти шкафы, холодильник самое тяжелое отодвинуть, там тоже все пробелить, ту стенку, чтобы она просохла немножко. И нужно вообще вот сюда выдвинуть, потому что этот шкаф стоит впритык, девчат, шкаф. и представляете, в шкафу на нижней полке вот этот налет от сырости. Я залезла, а там налет. Это настолько было у нас сыро. Ну, все лето лило. Весно и лето до сентября практически. Дожди ежедневные были. Поэтому сейчас сушу, усиленно сушу, у меня все настиж. Тот подвал вчера открывала, там нигде вода не бежит, там сушится, но там эти отдушины с той стороны, с этой стороны через этот подвал. Там вот так ветер гуляет. И буду закрывать, наверное, подвал в этом году в сильные-всильные только морозы, пускай даже всю осень отдушины будут открыты. Не буду закрывать. Пусть сохнут. Вот. Будем хлеб замешивать, девочки. Болтать хорошо. С вами вообще шикарно. Давайте я поставлю сейчас хлеб, замешу и потом вам покажу. Все уже видели, как я хлеб месила. Поэтому давайте я замешу и вам покажу результат. Ну, вот, девчонки, я хлеб замесила. Видите? Поставила. Взвесила тесто 700 грамм. Вот. 700 грамм на одну булочку. Накрываю фольгой. Пускай она стоит. И потом в печку. Все. Ждем. Пол первого я поставила. Сейчас без 20. Он уже подъем пошел. Я пойду тюль повешаю в зал. Приду. Она как раз подъем будет. И поставлю печь. Вам скажу, девчата, что я сейчас повешу тюль. Пойду снимать обзор Василька. А то неделя прошла. Посылка, как я уже ее получила. У меня Василек простит, что я с задержкой. Вы тоже. Опять же, из-за Кристины не стала снимать, потому что хочу все померить и вам показать. Поэтому, девчата, ждите. Следующее видео будет обзор Василька и обзор шелковый блеск пряжи. А с Вами я попрощаюсь. До новых встреч. С Вами была Татьяна. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok